Привет, друзья! Привет! Мы рады вас видеть очень. Мы готовы зажечь. Нашу презентацию видно? Видно и слышно отлично. Ну все, поехали тогда. Значит, для чего мы собрались? Мы собрались, чтобы согреть любовью, энергией. И рассказать, что даже нейросети, даже математика, даже АИ, это все на самом деле сексуально просто приятно. И с этим вообще интересно работать, особенно веб-разработчикам. А сейчас много хайпа в этой области. Ну, во-первых, потому что многие не разбираются, как это работает. Нам очень много математики. И надо какое-то кривое вхождение. Она достаточно крутая. Второе, крупные компании Google, Microsoft. Вообще компании. У них большие команды, которые этим занимаются. Большое количество оборудования. И вот они эти игрушки раздают. И людей вообще сводят с ума. А на самом деле, в Data Science, тренировка нейронов, это тяжелая, кропотливая работа. Но она очень интересная. Она интересна в том, что помимо программирования, которое должно быть безупречен, мы должны писать чистый код, строготипизированный, со сердцами, со всем, потому что любая ошибка в ходе – это тренденция. Коду мы должны доверять на 100%. Плюс тут еще математика. Мы начинаем применять ее, и мы начинаем видеть математику живую, какую она есть. Как нам преподавали, мне интересно. Тут она оживает. И вот это соединение чистого кода с математикой дает такое состояние технологического оргазма огромного. Это реально очень интересно. Это реально зажигает. Мы давно занимаемся AI-компанией. У нас несколько проектов. Ну, вы знаете, рекомендация системы у нас, голосовое управление, CRM. На весь мир мы раскатали. Скоринг. Внутри у нас много нейронов используется для классификации. И плюс у нас есть, мы сейчас занимаемся, мы выпили не так давно, размытие фона, и дальше этим занимаемся активно. С коллегой проводим эксперименты многочисленные нейронки. Дело в том, что даже если взять готовую нейронку и даже здесь добучить ее, это как бы только начало, это вершина Айтберге, потому что нейронки настолько разные. Например, хадернет в биоатеральной фильтрации, она требует понимать, что это биоатеральная фильтрация. Дипспич, там надо понимать акустику. Где-то надо там очень хорошо понимать Python. И получается, что просто даже если вы хотите взять нейросеть и где-то использовать, это уже, так сказать, непростая задача. И сейчас она вообще представляется таким непаханным полем. Очень много интересных идей, много нейронок, много направлений. Иди туда, иди в голос, иди в изображение, иди в звук, иди в определение эмоций. И там реально много работы. Я вас призываю туда, вот в это поле заходить. С обучением нейросетей, в принципе, ну все более-менее устаканилось. Понятно. Берем большой какой-то датасет, берем архитектуру, сами не задумывая, это сложно. Обучаем, либо берем уже обученную нейронку, фонтюним ее на наших данных в небольшом количестве. И в принципе, берем, например, нейронки можно взять в зоопарке, в ЗУ, есть там Тензерфол, есть Томпс. И вот с этим более-менее устаканим. Но, 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 взяли нейронку, она решает наши задачи. Как их запустить? Как сделать так, чтобы она работала быстро? На мобильном устройстве, на ноутбуке. Где она будет работать? И вот тут сцены-то собака. Я вот не сделал несколько эмоциональных слайдов с этой собакой, потому что дальше у вас вообще будет крышу сносить. Потому что столько технологий сейчас появилось, в которых надо разбираться. И объяснять их друг другу простыми словами. Ну, например, можно запустить нейронку на устройстве, на ЦПУ. Но она будет работать часто медленно, но не всегда медленно. Обычно нейронка работает на ГПУ гораздо лучше. А обучается на ГПУ тем более лучше. Но что такое ГПУ? Мы забыли. Мы только игроки выиграть и запускаем на ГПУ. А на самом деле некоторые нейронки работают на ГПУ быстрее, даже несколько раз. И надо, чтобы эта ГПУ была встроена в устройстве клиента. Но не всегда. Проблема в том, что с ГПУ в основном в нейрофреймблорках поддерживается ГПУ от NVIDIA. А вот остальных производителей, встроенные, например, ГПУ в Intel, в Daesh на ГПУ, они работают, они их не поддерживают в нейрофреймблорке. Надо придумать костыли. Действительно идет вот такое выталкивание, борьба производить друг с другом. И мы с вами от этого страдаем. Но тем не менее, выход есть. Например, я потом расскажу. Можно, например, прийти в браузер, а там все ГПУ поддерживают. И можно, допустим, вообще начать с браузера. Может, я и про разработчики. А можно взять какой-то запускатор нейросети. Появился новый класс софта, которые призваны только запускать нейросети быстро. С поддержкой ГПУ. Ну, например, OpenCV. И умеет через технологию OpenCL запускать нейронки, использовать ГПУ на разном железе. На Intel, на AMD, на NVMe. Существует очень прикольный фреймбург ON, как Microsoft, который умеет запускать нейронки быстро, даже без ГПУ. Но, тем не менее, он ГПУ поддерживает. И так далее и тому подобное. Существуют эти запускаторы и для мобильных устройств. Ну, тут у меня слайд. Они на самом деле все сейчас это очень сильно глютят. К этому надо быть готовым. Это не должно нас останавливать. Вот. И один из, наверное, первых запускаторов, который мы попробовали, это был Keras Framework на запускаторе, на компиляторе PlayDML, который хорошо запустил нейронку на железе от AMD. Один из примеров, да? Вот пример запускатора, который работает на мобильных устройствах. Здесь, если сейчас каждый классик разбирать, уйдет несколько часов. Но эта работа ведется. Запускать на мобильных устройствах – это одно. Запускать на дескопах – это другое. Использовать ГПУ – это третье. Везде нам все это надо и вам это потребуется. Но надо быть готовым к тому, чтобы вы попадаете в такой дикий глюченый зоопарк, который стабилизируется, но без него никуда. Это еще не все. Вы нашли нейронку в одном фреймборке. Вы хотите запустить в каком-то запускаторе. У вас это может не получиться, потому что запускаторы между собой могут быть несовместимыми. Я хотел придумывать всякие вот эти вот кроссплатформенные форматы ONGs. У вас какая-то нейронка может просто вон с ней выгрузиться. И люди, добрые люди, я вот часто буду говорить слово «добрые люди». Добрые люди в интернете на гитхабе пишут вот эти вот, так сказать, импорт-экспорт между нейронками, между запускаторами. И мы ими пользуемся. Спасибо, добрые люди, спасибо гитхабу. Вот я ссылочки оставил. Кстати, презентацию скачайте, посмотрите, много ссылочек. Как вообще можно нейронки из одного фреймборка в другой таскать и конвертировать. Дальше. Один из, наверное, самых простых, понятных, удобных и, правда, не очень быстрых запускаторов – это OpenCV. Это фреймборк, который позволяет работать с соображениями. У него очень много полезных вещей, не связанных с нейронками. Но там есть запускатор DNN, на котором мы сделали текучее нашего размытия фона в дистопе. Он не прямо такой супербыстрый, но он понятный, он удобный и с него можно начинать. Поэтому рекомендую посмотреть сначала на него. А дальше, да, полезный очень запускательный, который нам сейчас очень с Андреем нравится, запускается, называется он ONGZ. Он позволяет, он от Microsoft, он позволяет часто запускать нейронки гораздо быстрее, чем в OpenCV, и часто даже без GPU. То есть мы не поверили в это. Нейронка запускательного CPU работает быстро и не нужна GPU. Вот просто потому, что мы перешли с OpenCV, допустим, на ONGZ. Посмотрите его, он запускается на разном железе, на разных GPU-ушках, и на Mac'е в том числе. Вообще эта тема, она очень сейчас горячая. Многие вендоры пытаются выйти с своими запускаторами. Но вот мы смотрели разные, и на мой взгляд, ONGZ стабильно работает. Если посмотреть другие запускаторы, вы можете попасть на кальций. А сейчас вообще у вас просто сейчас голова разлится на кусочки. Дело в том, что оказывается, что нейронку еще проще, еще удобнее запустить в браузере. Мы веб-разработчики, я 20 лет занимаюсь веб-разработкой. Я пишу напечатление, я не стружусь этого. И вот нам веб-разработчикам очень сильно повезло. Оказывается, нейронки очень хорошо ложатся и ложатся на веб-разработку, на браузеры. В браузере легко работать с GPU. Это изначально было. Веб-жиэль, допустим, Canvas, они хорошо поддерживают аппаратное ускорение. Дальше. В браузере есть веб-стемпли. На нем можно ускорять какие-то части нейронок. Есть веб-боркеры для многопократных, джид-компиляции. Даже в PHP она только появляется. А в браузерах она уже давно, в V8. И самое интересное, что в веб-жиэле мы просто раскладываем нейронки. Веб-жиэль мы берем текстуры нейронки. Веб-жиэль текстуры мы кладем туда веса нейронки. Берем в веб-жиэле шейдеры. Мы туда кладем функции нейронок. У нас получается фреймворк для запуска нейронок в браузере. Это реально работает, работает быстро. Единственное, надо вспомнить, что такое open-жиэль веб-жиэль. Ну, тут я сейчас опять скажу, и опять, наверное, часть отключится. Это мы программируем на C. В браузере программируем мы ставками на C. Потому что веб-жиэль это описание шейдеров, это C подобный язык. Это C просто ограниченное. Мы описываем там шейдеры, описываем логику. И все. И вот фреймворк, например, TensorFlow.js, который работает в браузере, наверное, самый продвинутый сейчас фреймворк для работы с нейроноком в браузере, он использует веб-жиэль. И все работает хорошо. Ну, можно даже сюда не залазить, видишь шейдеры, вертексы и так далее. Мы запускаем, переходим в TensorFlow.js, описываем нейронку. Просто на верхнем уровне работаем со слоями, работаем с операциями. И все. Она сама уже внутри, работает в GPU, веб-жиэль, компилирует шейдеры, загружает в видеопамять текстуры, и все работает. То есть на самом деле добрых людей много. И вендоры крупные помогают в этом. И поэтому все, что сейчас есть, отброшено как бы на встречу вызовом воин. TensorFlow.js прикольная штука. И вот наша нейронка размытия в фонах как раз использует модель, которая была вложена в TensorFlow.js. Мы, правда, разогнали. Я расскажу, как разогнали. Ну, во-первых, в TensorFlow.js не все просто так импортируешь. Надо искать костыли, надо писать свои костыли. Но у нас это получилось. Ссылочки я провел. То есть, чтобы что-то запустить в браузере, надо еще немножко постараться. Тем не менее, вот визуализируйте, запускаете, смотрите. Модели. Зоопарк TensorFlow.js моделей достаточно большой. Модель достаточно хорошего качества. Ссылочка я провел. Вот мы используем для размытия фона сейчас BodyPix. Но мы сейчас делаем другое размытие, разные модели смотрим и в процессе. Ну, вы можете брать разные фигурки. Не обязательно эту. Вы можете брать, например, в ZOO другие нейронки, конвертировать это в TensorFlow.js модели и запускать в браузере. Посмотрите, какие там другие есть вещи. Вопрос, наверное, такой. А надо ли мне разбираться, там, не знаю, быть математиком или каким-то сантисом, чтобы запускать эти модели в браузере? Нет. Берите как-либо разработчики, спокойно заходите, разбирайте. Запустите, почувствуйте, какие нужны данные, что там можно крутить. То есть, на уровне инженерной и армейской смекалки знаний хватит. А когда вы начнете что-то тюнить, что-то там, допустим, куда-то погружаться, постепенно вы эти знания будете по математике получать. Поэтому не бойтесь, жестами занимайтесь, эмоциями занимайтесь, текстами занимайтесь. Все у вас, ребята, будет получаться. Не смущайтесь. Наши разработчики, веб-разработчики, которых я очень люблю, которые пишут на PHP, наш замечательный продукт Bittrex, который уже сколько лет, два раза в год мы релизимся, это говорит о том, что в Bittrex отличная архитектура, масштабируемая на PHP. PHP – это бизнес-платформа. И вот теперь наши ребята активно начинают смотреть в AI. На ней в скрипте, на ноды JS, возможно, в PHP появится возможность работать с этими технологиями. Поэтому экспериментируйте, не бойтесь. Ну вот, взяли мы модельку размытия фона в Афтернодислоу-JS. Вот эта моделька, мы перевели ее, она сейчас запускается в OpenCV, переконвертирует, запустил на доськтопе. Все работает, но работает медленно. Почему это работает медленно? Ну, потому что в Тазаслоу-JS, ну, там, как сказать, много вещей неоптимальных, потому что писали, скорее всего, фронтендеры, которые не всегда программисты даже. Вот. И мы начали смотреть, почему они так написали, и начали пимизировать. Ну, во-первых, чтобы это работало быстро, надо использовать нейронки, не тяжелые какие-то, легкие нейроночки, типа MobileNet и так далее. Подобно Андрей это расскажет. Дальше. Можно все-таки крутить нейронки. Не бойтесь крутить. Заходите, крутите гаечками, там, внутреннее разрешение, там, долю весов. Это все простые подходы, которые мы, как разработчики с вами, можем отходить легко. Можно что-то растрализовать, можно снизить входное разрешение. Нейронка начинает работать быстрее. Но, тем не менее, бывает что-то там, допустим, сделано не очень аккуратно фронтендерами. Поэтому погружаемся. Мы погрузились вниз, посмотрели и начали оптимизировать нейронки, как на заслужение. Ну, что там, что там, что там, короче, порезать, я расскажу. Ну, вначале там огромное количество какой-то ерунды, каких-то циклов на циклах на циклах. В итоге, вот я выделил здесь красненьким, ГПУ загружается неравномерно. Значит, надо сделать так, чтобы загружаться равномерно. Посмотрим, что там у нас в Явлоскрипте. Погружаемся в Явлоскрипт. Там куча вызова функций. То-маск, 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 то-маск. В общем, подход такой. Берете обычный отладчик Явлоскриптовый. Это я взял отладчик в хроме. Не бойтесь, делайте там отладку анимации. Разворачивайте это все. Не боги горшки обжигать, как бы они говорят. В общем, с ним согласен. Разбираемся, вникаем. Начинаем вырезать, оптимизировать то, что там. В итоге, буквально прошло несколько дней. Понятно, почему. Оптимизировали циклы. Посмотрели куртины, какие-то вызовы. В общем, в итоге, что получилось? В итоге получилось, что в несколько раз работа в браузере нейроники ускорилась. Ну, как видно внизу на ГПУ. ГПУ стало нагружаться гораздо равномернее. И у нас там несколько раз вырос фпс. В принципе, такой же подход можно использовать для нейронов. Не бойтесь. Что у нас есть еще? Сейчас покажу в Явлоскрипте для того, чтобы нейроники работали быстро. У нас есть типизитный массив. У нас есть на разборке мышц с анимацией. Request animation frame. Там чуть-чуть посмотреть, как он правильно выкладывается. У нас есть микротаски. Я в Явлоскрипте очень сильно развился сейчас. И вот этими фьючерами, промисами и микротасками мы можем решать много задач, забивая там ими все, потому что они удобно статурируются. Если этого не хватит, если вам нужно будет, не знаю, какую-то там более глубокую производительность получить, попробуйте ипосеблер. Мы не пробовали, но можно из RASTA, и C++, и из других языков каких-то написать код, который потом подгрузить в браузер, он будет работать быстро, правда, в одном потоке, хотя обещают завести многопоточность ипосеблер. Если нужна многопоточность, можно посмотреть в бибкоркер. Поэтому Явлоскрипт сейчас оказался полезный. Он позволяет, по сути, как питон, позволяет им многопоточностью и бассеблерным вставкам заходить в АИ. И вы понимаете, вы очень быстро, используя Явлоскрипт и браузеры, вы очень быстро войдете к клиентам, вы решите их задачи с помощью простой нейронки, решите их АИшные задачи. Даже Берта можно в нейронке использовать браузер. То есть даже последняя нейронка, но, правда, не в обреченном варианте. Вы решите задачи, а когда, допустим, им нужно будет что-то более тяжелое решать, тогда вы берете уже, допустим, это переводите в OpenCV, какие-то запускаторы более низкоуровневые, и помогаете клиентам, допустим, уже там на уровне десктопа. Сашка, Сашка. Что еще? Да, да, да. Слушай, а ты вот здесь спрашивают, ребята, а ты Rubik's email пробовал, типа он там как раз на PHP, что скажешь? Не пробовал. Пробуйте, пробуйте, не бойтесь, пробуйте все. В основном мы работаем в питоне. Не, подожди, ты пробовал, то есть ты пробовал, что-то скажешь, не пробовал? Не пробовал. Но ты рекомендуешь пробовать все. Я видел PHP, я рекомендую пробовать все в PHP, так как PHP-то прогрессивный, динамичный язык, развивающийся активно, который вошел в нашу жизнь, веб разработку, там будут решения, которые будут заниматься email. Но мы используем пока питон, так исторически сложилось. В итоге получается, что разгоняем, разгоняем мы нейронку, она работает в браузере быстро, вот мы это решение выпускаем в продукте, сейчас ими пользуюсь. Но мы его, правда, мы его все перенесли в desktop. Мы перенесли в OpenCV, ну, потому что в desktop, мы там на c++ пишем, потому что в desktop больше возможностей в какие-то там ассибирные ставки и так далее. Но, тем не менее, для браузера берите, не бойтесь, экспериментируйте. Начинайте с PHP, начинайте с JavaScript, если что, напишите с Андреем. Ну, как бы с такой тяжелой математикой вы не столкнетесь. А дальше потихонечку, потихонечку, возможно, что-то вы будете переходить на какие-то более тяжелые технологии. То есть не надо простаться все присутствуются, начинайте с простого. Какие бы разработчики, все у вас получится. Я передаю слово Андрею, а потом у меня еще будет несколько слайдов. Слушай, вот прежде чем Андрюшка начнет общаться, вот здесь вопрос тебе про GPU, то есть я пропустил его в самом начале. То есть что-то скажешь по железу, сколько нужно памяти? Забудьте, пожалуйста, по GPU, пытайтесь запускать все на процессорах, и этого может быть достаточно в большом количестве случаев. Если вам процессора не хватает, браузеры умеют использовать GPU. Любой браузер практически очень хорошо это умеет делать. Это гораздо проще, я вас как-то этим занимался, чем на C++, где-то чего-то на Python, на это выходить. Начинайте оттуда. Иногда GPU нужно. Для обучения всегда, как правило, для инференса, для работы университетей, нужно не всегда. Мы это увидели. Например, ОМКС позволяет запускать сети, которые на GPU работают, а запускать на CPU с высокой скоростью. Поэтому пока не забивайте себе голову GPU-шками, попробуйте запускать. У нас есть 10 минут еще, я думаю, что и вопросы... Андрей, 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 давай. Да, 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 10 минут еще целых есть. Давайте, поехали. Да, все, всем привет. Хотел бы кратко рассказать про особенности применения готовых решений в области машинного обучения. На самом деле это совсем не то же самое, что использовать библиотеку или фреймворк в программировании. Фактически вы очень ограничены в своих возможностях кастомизации готовых решений. К примеру, ну, совсем детский пример, но вот справа обычная нейронная сеть прямого распространения. И, например, вы хотите увеличить скорость ее работы и выкинуть какие-то нейроны. И если вы это сделаете, то сеть просто будет неправильно работать, потому что она рассчитывает на эти нейроны. Или, например, вы хотите сделать ее мощнее и добавить дополнительных нейронов. Вы тоже не сможете это сделать. Она просто не поймет, как с этим работать. Например, вы прочитали в какой-то научной статье про какой-то новый прием, новую архитектуру, и вы тоже не сможете это применить к готовому решению. Сеть просто не сможет адаптироваться. На самом деле вы даже не можете изменить пред- или постобработку ваших данных, потому что нейронная сеть рассчитывает на вполне конкретный формат. Более того, как Александр сейчас рассказывал про запускаторы, поэтому готовые решения зачастую идут уже в каком-то пожатом, оптимизированном формате. И бывает сложно даже раскрутить это обратно до состояния, в котором, в принципе, можно что-то сделать с сетью. Следующий слайд. Поэтому мы, в принципе, занимаемся разработкой своих решений. Здесь датасеты — это главная проблема. На самом деле в машинном обучении датасет — это 80, может быть, даже 90% решенной задачи. Если у вас есть датасет, задачу вы как-нибудь решите. Поэтому очень мало кто хочет делиться своими датасетами, и open-source датасетов очень мало. Но более того, есть еще другая проблема. Допустим, вы хотите сделать систему, которая детектирует наличие машины на фотографии. И у вас есть датасет, где много качественных фотографий, но все они сделаны с человеческого роста. Вы обучаете систему, а потом просто запускаете ее на камере, которая висит, допустим, на высоте второго этажа, и бац, ваша нейронная сеть ничего не может сделать, потому что она обучалась на фотографиях, которые отличались. Пусть они даже и были качественными. И поэтому мы используем различные приемы, чтобы выжать максимум из существующих датасетов, такие как изменение распределения датасета. Это внесение каких-то систематических изменений в датасет, чтобы он больше подходил для вашей задачи. Аугментация данных — это виртуальное увеличение размера датасета. К примеру, если просто отразить все фотографии зеркально, по горизонтали, то ваш датасет виртуально стал в два раза больше. Или даже создание синтетических датасетов. Вот все три фотографии справа на самом деле не существовали. На первых двух мы подменили фон, чтобы фотографий стало намного больше. А на третьем изображении вообще не настоящий человек, а 3D-модель. И с выбором архитектуры все получше, потому что, в принципе, в публичном доступе как раз находятся все научные статьи. Однако не все авторы архитектуры предоставляют официальную реализацию. И в такой ситуации, когда вы потом сами начинаете пытаться реализовать по статье, оказывается, что авторы что-то не договорили, и, в принципе, все сделать вы не можете. Еще то, с чем мы столкнулись, это то, что понятие скорости сети субъективно. Вот здесь статья, где был обзор скорости работы сети, и в самой правой колонке перечислено количество кадров в секунду для разных сетей, и они гордятся тем, что они для своей архитектуры получили 156 кадров. Но проблема в том, что это все на GeForce 1080 Ti, по-моему, что-то такое. То есть, в принципе, никто и не говорит про запуск на центральном процессоре, а мы-то заинтересованы как раз в этом. Поэтому, в принципе, все существующие сети даже, которые позиционируются быстрыми, для нас слишком медленные. И нам приходится вносить изменения, чтобы можно было их приспособить для наших задач. И вот здесь еще один подводный камень, что на самом деле изменение архитектуры сети может быть затруднено. Вы можете внести какое-то вполне логичное изменение в сеть, например, просто аккуратно сделать ее меньше, и она просто перестанет работать, и порой даже сами авторы не могут объяснить, почему так происходит. Но вот что хорошо во всей этой ситуации, это то, что вообще-то сообщество разработчиков нейронных сетей — это чистые математики. Но вот как-то они договорились, что все свои наработки они будут бесплатно выкладывать в общий доступ, что в целом для ученых не очень-то типично. И большинство статей по этой теме можно свободно найти на сайте ArcSiv или на других аналогичных сайтах, а на сайте Papers.VisCode можно найти очень много, пусть и неофициальных, на все же реализацию архитектур. Если порыться, то на сайте GitHub тоже можно найти много реализации различных сетей. Ну да, вот, например, Google складывает нас фреймворками. Ну, помимо TensorFlow, TensorFlow.js, у них есть фреймворк, называется MediaPipe. Это готовое решение, которое можно запустить и в браузере, и в консоли, и на разных языках, на разных платформах. То есть Андрей рассказал, как это выглядит изнутри. Это, да, тяжелая, интересная работа, но можно сейчас уже множество задач решать, просто взяв готовое решение и правильно их приготовить. Посмотрите MediaPipe. Куча решений и там Face Detection, куча. Посмотрите, просто зайдите и посмотрите, что там есть. Это просто возьмите, запустите в браузере или на Python, или в PHP и так далее. Вы уже решите задачу клиентам. Сейчас много уже выкладывают готовых решений, которых можно даже не тюнить. Надо просто разобраться, как их правильно запустить. Но, тем не менее, если вот вы будете что-то тюнить, что-то прямо адаптировать, да, там, наверное, будет сложнее все. Будет все, что рассказывал Андрей. Нужно будет читать научные статьи. Это прямо у вас на порядок сил усложнится. Но я считаю, что уже много готовых библиотек, которые можно попытаться ими решить задачи. Кроме MediaPipe, посмотрите из области Natural Learning Processing, ну, для текстов. Посмотрите, Дип Павлов, прекрасная библиотека от МТТИ, ну, где Капица преподавал. Наши ребята сделали, значит, для текстов. Там и Берты у вас будут, ну, всякие все последние наработки, навороченные, и ратите глубокие. Там будут, и там хорошая поддержка русского и славянских языков. Дип Павлов. Она из коробки запускается, из коробки там датасеты скачиваются, можно что-то тюнить, там, подобучить под свои данные. Выглядит интересно. Ну, и, как бы сказать, Hacking Face, тоже известный нау-пишный фреймворк. Там очень много решений, прям целое море. Ну, там такое все. Глюканат кальция какой-то частично встречается. Тем не менее, смотрите, ищите, ученые выкладывают там свои работы. Я думаю, большое количество сетей, которые вы там найдете, поможет вам решить оба с текстом. И обратите на всякие боты, чат-боты там, и так далее, и так подобное. Там нейронки работают хорошо. Туда их тащите и решайте задачи. Что еще? Если вы хотите серьезно этим заниматься, а именно понимать, как оно работает и почему, мы Александринам рекомендуем вам следующие источники информации. CS-231, курс Стэнфорда открытый по нейросетям, по светочным. Прекрасный курс с земками. Именно там математика дается в том виде, в котором она нужна. Без всяких аркадных вставок и так далее. Посмотрите курс Андрея Ирина CS-229. Хороший курс по базовому про машинленинг. Ну, вот Deep Learning Book это книга Джошуа Бенга. Тоже это известный профессор в области АИ. Очень чистая математика для инженеров. Основы линии алгебры нужны. Python, PyTorch и Coursera. Там какие-то курсы тоже вы можете подсчитывать. В принципе, не бойтесь, берите, читайте. Это интересно, это будет развиваться дальше. Веб-разработка это проникает интенсивно. удачи вам и должно жить время ответить на вопрос. Окей, спасибо большое. Слушай, ты знаешь, ты так все понятно рассказываешь про такую сложную тему с Андреем, что лично мне все понятно и у нас вопросов там, собственно, больше и нет. Поэтому я благодарю вас, Андрей, Сашка, Сашка, Андрей, спасибо вам большое. Будем двигаться дальше. и у нас следующий доклад. пока. Снова Сергей Востриков. В какую камеру смотреть? Сюда смотреть. Сергей Востриков и Влад Бажанов расскажут вам про полезную разработку REST.